Со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Но все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. Несмотря на прогноз одного из героев фильма «Москва слезам не верит», все упомянутые виды искусства по-прежнему чувствуют себя прекрасно. А вот телевидению с приходом интернета уже тоже прочат скорую кончину. Тем не менее, оно продолжает существовать. Чтобы вам был понятен его объем, надо сказать, что только в России выдано полторы тысячи телевизионных лицензий. С другой стороны, именно благодаря интернету, где можно без проблем выложить собственное видео, многие знают, например, что такое монтаж и цветокоррекция, что означают слова «дубль» и «композиция». У людей, далеких от телевидения, может сложиться впечатление, что работа здесь один сплошной праздник, но это не совсем так. Каждый, кто здесь работает, как правило, владеет смежными специальностями. Например, журналист, имеется в виду хороший телевизионный журналист, должен быть немножко драматургом, чтобы не просто рассказать о новости, а сделать из нее историю. Также ему неплохо иметь определенные артистические данные, чтобы работать в кадре. Совсем недавно здесь была небольшая дорожка, ведущая к остановке. Окруженная деревьями сейчас, эта территория огорожена, а зеленые насаждения вырубаются. Жители в панике. Что же здесь будет и зачем? У оператора свои умения. Кроме, собственно, знания о композиции кадра, внутри кадровом монтаже он должен знать устройства всех камер, которые используются на телевидении. А их, поверьте, немало. Кроме того, он должен быть в прекрасной физической форме, ведь вес оборудования, которое он использует, может достигать 30 килограмм. Просто прямее, потом сядете. Монтажеры, люди, которые из отдельных кадров создают единый сюжет, помимо основных знаний, касающихся правил монтажа, должны разбираться в композиции и принципах съемки. Кроме того, им необходимо в совершенстве владеть большим количеством самых разнообразных программ. Ну, и знать компьютерное железо. Сейчас. Очень удачно и благополучно. Телевизионные инженеры также должны до последнего провода знать все оборудование. Любой телевизионщик вам может рассказать массу историй, когда что-то пошло не так, что-то выключилось не вовремя или, наоборот, включилось. И здесь вся надежда на инженеров, на их знания и умения. А еще есть гримеры, продюсеры, ассистенты, декораторы, дизайнеры, техники всех телевизионных профессий. И не перечесть, и каждый из нас, как многорукий Шива, делает несколько дел, которые в итоге и складываются в то, что вы видите по телевизору. Так что нелегкая эта работа. С праздником, коллеги. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.